9 июня для выпускников 9 классов состоялся заключительный экзамен ОГЭ по базовой математике. Проходил он в пунктах на базе образовательных учреждений города. Отметим, что всех участников экзамена заранее ознакомили с основными правилами проведения итоговой аттестации. Правила проведения экзамена остаются теми же, что они прописаны в методических рекомендациях, о которых мы ознакомливали детей и родителей. И неоднократно была проведена работа с тем, чтобы дети с собой не пытались проносить запрещенные средства. Это и мобильные телефоны, это и материалы шваргалки и все, что не относится к экзаменам. Стоит подчеркнуть, что только в одном пункте проведения экзамена насчитывалось около 400 школьников. Все они распределены по аудиториям, за которой закреплен наблюдающий. А также в каждом месте проведения экзамена установлены камеры видеонаблюдения. В штабе также регулируются нарушения и наказания за них. Если в случае, если ребенок, например, будет удален с аудитории, с пункта проведения экзамена, он, естественно, не будет у него возможности на пересдачу. В случае, если ребенок сдаст экзамен по одному предмету, по математике или по русскому, на двойку, неудовлетворительно, у него есть возможность пересдать экзамен в резервные дни. В случае, если ребенок не сдал оба базовых экзамена, то возможность пересдать ему дается только в сентябре. Но, как отмечают руководители пункта, переживать детям не стоит, ведь для них созданы все благоприятные условия. В случае ЧП в штабе также находится необходимая медицинская помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова